МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доставить ценой жизни курьер устроил перестрелку на Кубанской трассе ради спасения колумбийского товара. Не важно количество проектов, а важно их качество. Зеленая экономика без воздушных замков. Районам запретят размениваться по мелочам. На масштабные проекты осталось два месяца. Политическая машина подрезала атлетов на самках, как бездоказательная бюрократия вмешивается в мир спорта. Внутри бутылки, те, которые выбрасываются, они выложены по цветам. Дерево будущего из пережитков прошлого. Новогодняя Кубань пополнится музеем с мусорным перфомансом. Побег из Утреша. Юный Миша оставил сладкую жизнь и бросил вызов стихии. Уникальные люди, которые могли до 700-килограммовых туш переносить. Из Парижа с потрясениями. Город модниц разложили по полочкам и перевезли в Краснодар. О самых главных событиях к этому часу расскажут факты на телеканале Кубань-24. Здравствуйте. И начинаем выпуск с погони со стрельбой в Туапсинском районе. Сегодня в пору было снимать боевик. Там полицейские пытались задержать нарушителя. А он мало того, что старался скрыться, так еще протаранил несколько автомобилей. А началось все банально. Сотрудник ГИБДД, увидев на трассе тонированную ладу Приору, поднял жезл, призывая водителя остановиться. Тот послушался, но после проверки документов внезапно нажал на газ. Началась погоня. Полицейские по громкоговорителю потребовали съехать на обочину. Водитель не послушался. И тогда стражи порядка начали стрелять из стабильного оружия по шинам Приоры. Машина нарушителя, продолжая двигаться на пробитых колесах, допустила столкновение с несколькими автомобилями. После чего, проехав еще несколько километров по федеральной трассе Джубга-Сочи, в районе одного из поворотов Огойского перевала, допустила столкновение с большегрузным автомобилем. Именно фура и смогла остановить гонщика. Из искореженной легковушки его вытащили полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. А после осмотрели автомобиль. В салоне они нашли пакет с порошком. Возможно, это наркотическое вещество. Сейчас вещдок изучают специалисты. А на Лихача заведено уголовное дело. А теперь и трагедии, которые также произошли на дороге. Сегодня в Кореновском районе легковушка столкнулась с поездом. Это произошло на железнодорожном переезде. По данным автоинспекторов, водитель автомобиля выехал на рельсы. Он то ли не заметил, то ли проигнорировал красный сигнал светофора. Как только колеса легковушки коснулись полотна, ее на высокой скорости снес товарный поезд. Около 10 метров состав тащил автомобиль. Вся передняя часть превратилась в металлическое месиво. Водителя с места аварии забрали медики. Позже он скончался в больнице. Это не единственная страшная авария. Рано утром в Краснодаре столкнулись две легковушки. На скользкой дороге водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Удар последовал незамедлительно. Водитель с места происшествия забрала карета скорой помощи, а разбитые автомобили увезли на спецстоянку. Восстановлению они, скорее всего, не подлежат. А в районе Адыгейска произошла массовая авария. Несмотря на то, что автомобили изрядно пострадали, по предварительным данным ЧП обошлось без жертв. На Джубгинском привале сегодня сгорел грузовой фургон. Видео в сеть выложили очевидцы. Автомобиль выгорел полностью. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Всего за сутки в крае в ДТП погибли 6 человек. И в продолжение дорожной темы. Новость для автовладельцев. В районе поселка Огой Туапсинского района дорожники ограничили движение автомобилей. Причина – ремонт дорожного полотна. 15 метров проезжей части сползли во враг, а виной всему проливные дожди, которые шли все выходные и в итоге привели к обвалу грунта. Ремонтные бригады займут аварийный участок с завтрашнего дня, а работы по восстановлению полотна займут несколько недель. Значит, до нового года движение транспорта в районе Огойя будет затруднено. Поэтому водителям автоинспектора рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом через Шаумянский перевал. Ну и, кстати, на ремонт и строительство дорог Кубань получат больше 400 миллионов рублей из федеральной казны. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Больше денег, чем в Краснодарский край, направят только в Москву, Московскую область и в Санкт-Петербург. В первую очередь, субсидии потратят на то, чтобы привести в порядок региональные автомобильные дороги, пояснили в Краевом министерстве транспорта. Но сейчас расскажем о том, насколько быстро по кубанским дорогам можно проехать. На очереди обзор пробок. Начнем с Краевой столицы. Загруженность улиц, по оценкам сервиса Яндекс, составляет 7 баллов красных зон. На карте много. Крупные заторы собрались в районе парка Чистяковская роща, а также забиты все прилегающие улицы, но самый загруженный центр города. Посмотрим по камерам видеонаблюдения. Сейчас перед нами перекресток Красный Гаврилово. Машин, как видим, много. Верениса с трудом продвигается в направлении выезда. Посмотрим теперь, как быстро можно проехать по Северной. В районе Ливаневского движение затруднено. В обе стороны машины стоят. Загруженность улицы 40 лет. Победа высокая. Особенно много транспорта следует из центра. Пробки возможны на участке от Колхозной до Восточно-Кругляковской. В районе Российской тоже аншлаг. В сторону микрорайона Пашковский машина разгоняется до 40 км в час и выше. Не приходится снижать скорость. И на развилке Мачуге-Фадеева тут все направления практически свободны. Теперь отправимся в Сочи. Узнаем, что там на дорогах. Привокзальная площадь заполнена машинами. Много автобусов и легковушек. Движение в этой части улицы Горького идет с большими задержками. На пересечении улиц Воровского и Несебрской тоже не проскочить быстро. Поток двигается с небольшой скоростью. Разогнаться больше 40 км в час не получится. В Краснодаре самая плотная пробка сейчас держится от Гоголя до Офицерской. Немного поставить придется на Ростовском шоссе в направлении центра. На Суворово и Захарова снижать скорость приходится тем, кто собрался за город. Будьте осторожны и внимательны за рулем. Хорошего вам вечера. А мы продолжаем выпуск. Реальные проекты, а не воздушные замки. Край вовсю готовится к инвестиционному форуму в Сочи. Он пройдет уже в феврале 2017 года. Времени осталось совсем мало. Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание по подготовке к форуму. Чем регион будет удивлять инвесторов в новом году? И как изменился форум за 15 лет, знает Эллина Касабова. 15 лет, тысячи подписанных соглашений и миллиарды вложили в экономику региона. Инвестиционный форум в Сочи уже давно окрестили главным экономическим событиям года. Представители бизнес-элиты и политические деятели собираются, чтобы не только обсудить международные вопросы и проблемы, но и ищут конкретные пути решения. За годы существования форум набирал обороты, количество гостей и портфель представленных проектов увеличивался, а интерес инвесторов к Краснодарскому краю становился все больше. К примеру, на первый саммит в Дагомыс приехали 500 человек. Регион представил 70 проектов, в результате 8 подписанных инвестсоглашений на общую сумму 30 миллионов долларов. Спустя 10 лет количество участников увеличилось в 14 раз, соответственно и договоров, и сумма в портфеле края тоже. В 2014 форум проходил период непростых экономических и геополитических событий в стране и мире. Однако санкции не помешали бизнесменам из других стран подать заявку на участие. 15-й юбилейный форум по своей программе был не менее насыщенным и продуктивным, чем предыдущий. Однако власти края пошли по пути лучше меньше, но качественнее и сократили количество проектов в 4 раза. При этом сумма привлеченных инвестиций стала больше и составила 760 миллиардов рублей. Деловая программа Краснодарского края стала очень важной, интересной и полноценной составляющей общей федеральной программы форума. Если же говорить, кстати, об экспозиции Краснодарского края, то ее в этом году очень выгодно отличали, скажем так, новые технические и технологические решения. И в итоге ее притягательность для посетителей была намного выше и интереснее. Сочинский инвестсаммит поменял название и даты проведения. Теперь он не международный, а российский инвестиционный форум. И следующая встреча бизнес-элиты на берегу Черного моря пройдет ровно через два месяца, в феврале. Времени осталось мало, но необходимо приложить все усилия, чтобы нынешний саммит прошел так же продуктивно для края, как и прошлый, отметил губернатор на совещании по подготовке к форуму. Ставку власти региона делают на проекты, привязанные к транспортной инфраструктуре и техническим возможностям районов. Вениамин Кондратьев еще раз напоминает главу муниципалитетов. На форум надо привести реальные проекты, а не воздушные замки. Принцип остается прежним. Не важно количество проектов, а важно их качество. Это уже слоган, который должен стать для муниципальных образований края основным ключом к успеху. Именно вот так. Не количество, а качество проектов. А самое главное их реализация, я уже об этом сказал. Коллеги, ну и исходя из практики, тоже оторванные от жизни проекты тоже не нужно готовить. Я говорю, что не нужны проекты, нужны проекты. Потому что проекты это то, что красиво на рисунке, красиво на бумаге, а реально никогда не реализуемо. Экономический форум это реальная возможность для муниципалитетов привлечь на свои территории инвесторов. Новые объекты это новые рабочие места и налоги в казну. Поэтому губернатор еще раз напоминает, все проекты должны быть детально проработаны и иметь свою дорожную карту. В этом году собственные средства муниципалитеты будут тратить только на изготовление буклетов и рекламы. А презентация инвестиционного потенциала, постройка экспозиции для них бесплатна. А от районов требуется только проект, который действительно привлечет крупных инвесторов. Времени осталось мало. Так что муниципалитетам придется поторопиться. 2017 в России объявлен годом экологии. Стенд Краснодарского края будет оформлен соответственно как зеленая экономика. Одним словом, регион комфортный для жизни, работы и отдыха. На форуме отдельно будут представлены экспозиции Краснодара, Сочи и Новороссийска. Все инвест-предложения должны быть представлены в единую информационную систему до 1 февраля. Элина Касабова, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. А теперь о спорте. Чемпионат мира по бабслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи, перенесли. В международной федерации по этим видам спорта было решено провести состязание в другом месте, где именно пока неизвестно. И это за два месяца до начала чемпионата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение политизированным. А вот зарубежные специалисты полагают, что такая мера обеспечит участие в соревнованиях сборных всех стран и оградит чемпионат от излишних дискуссий и обвинений. Ранее о нежелании приезжать в Россию даже на чемпионат мира заявили в США, Латвии, Южной Корее и Германии. Решение о переносе соревнований из Сочи прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Перенос бабслейного чемпионата для Сочи лишь повод принять больше зимних туристов. Сезон будет отличный, да и сохраненные средства краю и стране есть куда направить. Целей много, направлений для развития тоже. Не критично, а мы в любом случае рады иностранным спортсменам и другим гостям наших курортов. Снаряжение в аренду в Красной Поляне всегда есть. Помимо нежелания других стран ехать в Россию, еще одна есть версия происходящего. Испугались победы наших спортсменов, уверенные в Российской Федерации бабслея и скелетоны. Экипаж «Четверка» кубанца Александра Касьянова буквально месяц назад взял первое место на этапе Кубка Северной Америки по бабслею в Канаде. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Вторым стал еще один российский экипаж с пилотом Максимом Адриановым. В принципе, спортсмены к новости об отказе в проведении чемпионата были готовы. Ведь само поведение международной делегации в Сочи вызывало вопросы с самого начала, говорит член Президиума Федерации бабслея и скелетон России Петрос Гаспарян. Они не делились информацией, касающейся организации и не делали запросов на размещение команд в Сочи. На этот раз команды все заранее дистанцировались от нас, так же, как и Федерация, которая даже не заключила договор, который должен был быть заключен на проведение чемпионата мира с нашей Федерацией. То есть международная Федерация должна заключать. Все это оттягивалось и как бы предчувствовалось такое решение. Сейчас спортсменам не добит, они готовы бороться и доказывать свое мастерство на любой трассе мира. Свежие овощи и фрукты пустили под бульдозер. Сегодня в хуторе Копанском Краснодара на полигоне уничтожали санкционные товары. Помидоры, огурцы и другие заграничные продукты, которые попадают в список запрещенных к ввозу в страну. Но даже если бы их доставили в Россию на законных основаниях, торговать этими овощами все равно было бы нельзя. Почему, знает Тамара Симонова, ей слово. 8 тонн незаконных овощей привезли сюда, чтобы уничтожить это помидоры, огурцы и перец. Чтобы избавиться от них, разве навсегда их посыпают хлоркой. Это нужно для того, чтобы убить трипс, которым они заражены. И только после этого их пускают под бульдозер. Выглядят такие овощи отлично. Они ничем не отличаются от тех, которые мы покупаем в магазинах и на рынках. Вот только за их внешним красивым видом скрывается опасность. Все они заражены западным цветочным трипсом. Это такое насекомое, которое поражает овощи и фрукты. Борются с зараженными продуктами в хуторе не первый раз. Эти овощи нашли и изъяли сотрудники Россельхознадзора после рейда по рынкам Краснодарского края. За этот год они уничтожили уже 100 тонн санкционных продуктов. На эти партии продукции не были предъявлены документы о происхождении данной продукции. А также не были предъявлены документы о том, что она соответствует фитосанитарному состоянию. Самым эффективным способом борьбы с трипсом на территории страны, как бы банально это ни звучало, не ввозить зараженные фрукты и овощи. В одном только порту Новороссийска в ноябре запретили ввоз почти 400 тонн зарубежных продуктов за все время. Действия санкций в стране уже уничтожили почти 9 тысяч тонн санкционки. Тамара Симонова, Самиргачаев, Кубань, 24, Краснодар. За время действия продуктового эмбарго санкционные продукты должны были исчезнуть с прилавков магазинов и рынков. Тем не менее, до сих пор выявляются случаи ввоза не только запрещенных, но и зараженных товаров. Чем опасна продажа непрошедших сертификацию овощей и фруктов? Сколько из-за нарушителей закона теряет экономика края? Как сократить путь продуктов от местных производителей до потребителей? Ответы на эти вопросы дадут гости. Ток-шоу «Через край» сегодня в 20.30 не пропустить. На очереди мировые новости. Ситуация в Алеппо остается напряженной. Еще накануне мирные жители ликовали и поздравляли друг друга. Они были уверены, что город будет полностью освобожден, потому что сирийские войска заняли почти 99% в восточной части Алеппо. Что же произошло и почему не сбылись, надежды знает Ксения Ермолаева. Ксюш, добрый вечер. Здравствуй, Паш. Боевики, которые ранее заявляли о готовности покинуть город и сдать тяжелое вооружение, сорвали операцию «Исламистам», а их по меньшей мере 5000 предоставили транспорт. Однако боевики колонну автобусов обстреляли, перегруппировались и попытались прорвать позиции сирийских войск на северо-западном направлении. Нападение было отбито. И какие теперь прогнозы? По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, сопротивление террористов удастся сломить в течение двух-трех дней. Будем следить за ситуацией, а пока к другим новостям страны и мира. Скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Такое парадоксальное решение сегодня вынес окружной суд Амстердама. За процессом с замиранием сердца следили миллионы людей. В коллекции собрано около 500 археологических экспонатов. Их стоимость оценивается в более чем миллион евро. Дипломатический спор начался еще в 2014-м, когда в Амстердаме проходила выставка под названием «Крым, золото и тайны Черного моря». Громкий скандал разгорелся после воссоединения Крыма с Россией. По контракту коллекции должны быть возвращены туда, откуда были взяты, то есть на полуостров. Договор о выставке заключался и между музеями, а не между государствами. Поэтому сегодняшнее решение суда шокировало многих. Естественно, мы воспринимаем это решение как политически мотивированное и несправедливое по отношению к Крымским музеям. Наша позиция неоднократно была озвучена. Сейчас мы готовим апелляцию и будем в соответствии с голландским законодательством, законодательством Российской Федерации подавать в апелляционную инстанцию. Постановление голландского суда уже прокомментировали в российском Минкульте. Минуты там считают, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей. Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена. Музейные предметы должны вернуться в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились. Конец цитаты. И только президент Украины Петр Порошенко радостно потирает руки. Настоящий хаос. Вот что сейчас происходит на вокзалах Лондона и его пригородов. Со вчерашнего дня сотни тысяч людей не могут попасть на работу или вернуться домой. Отменены тысячи рейсов. Не ходят поезда между британской столицей и несколькими графствами. Причиной всему забастовка железнодорожников. А почему бастуют-то? Платят мало или сокращения грядут? Люди недовольны условиями труда, говорят о нехватке машинистов, в технических проблемах, неразберихе в управлении, а поводом для акции послужил спор о том, кто должен отвечать за закрытие дверей в вагонах. Машинисты или проводники? СМИ уже отметили, что это самый масштабный сбой железнодорожного сообщения за последние 20 лет. Странную картину можно наблюдать сегодня в Венесуэле. Люди несут в обменнике деньги мешками. Некоторые просто сваливают пачки валюты в наволочке. Так люди отреагировали на неожиданное решение президента о срочном изъятии из обращения купюры в 100 боливаров. Оказывается, государство борется с мафией, которая вывозит эти банкноты в Колумбию. Еще завтра деньги можно будет обменять везде, потом в распоряжении людей останется всего 10 дней и только несколько банковских отделений. Венесуэла рискует повторить индийский опыт. Там при похожих обстоятельствах в очередь встала треть страны. В Пекине прошел финал масштабного конкурса по русскому языку среди студентов. Организовали необычное состязание один из федеральных каналов нашей страны и центральное телевидение Китая. Конкурс больше похож на театральный капустник. Мало того, что надо хорошо говорить по-русски, самое важное преодолеть страх сцены и не оторопеть перед звездным жюри. Тема конкурса «Российское телевидение» – задание для студентов-русистов изобразить любимых телеведущих. Это нормально! Аплодисменты, дорогие друзья! Русский для них, как для нас, китайский. Ничего общего. В финале конкурса всего шесть команд у каждой наставник из России. Самое удивительное и ценное, что они понимают юмор и смеются над нашими шутками. Я потому что очень волновался, что китайский юмор может оказаться другим совершенно по духу. Победила команда Пекинского университета иностранных языков. В качестве приза ребята поедут в Москву. И напоследок к Сирии вернемся. Совет Федерации отправит российским военным новогоднюю елку, самовар, баранки и коллекцию отечественных фильмов. Сомневаюсь, что наши солдаты есть время на фильмы, но все равно мило. Праздничное настроение обеспечено. Да, именно так рассуждает Валентина Матвиенко. Мол, какой Новый год без иронии судьбы или с легким паром? Елку уже выбрали. По словам той же Матвиенко, самую пушистую и красивую. Это «Вечерние факты». Рассказываем о главном к этой минуте. Вся Анапа ищет Мишу. Так зовут морского котика, который сбежал из дельфинария на Большом Утряше. Побег к ластоноге совершил при свете дня и сумел остаться незамеченным. Только вечером сотрудники дельфинария зашли в вольер и увидели пустой бассейн. Как именно сбежал Миша, долго гадать не пришлось. В сетке, которая отделяет место обитания ластоногого от моря, обнаружили дыру. Скорее всего, Миша выбрался из дельфинария и отправился в свободное плавание. Малышу всего два года и он не представляет никакой опасности для человека. Но своего спасителя, котик Миша, может испугаться и снова убежать. А любой информации о местонахождении животного просьба сообщать по телефону, который указан на экране. Елки из палок, кирпичи и мусора. Новогодние деревья на любой вкус и цвет придумывают жители Кубани. Как сделать свою колючую красавицу, самую оригинальную, знает Нинель Восконян. Она присоединилась ко мне в студию. Привет, Нинель. Привет, Паш. Я знаю, ты и сказал самые необычные варианты. Расскажи, что удивило больше всего. Для меня Новый год в первую очередь это запах мандарин и хвои. Хотя, когда я узнала, что есть елки из мусора, страшно было представить, чем такой праздник может пахнуть. Но, как оказалось, отходы настроения не портят. Их тщательно отмыли. Я вот не могу себе пока представить, как может выглядеть такая елка. Ну, наверное, это единичные варианты. Ты вообще что-то себе на заметку взяла? Ну, самая необычная елка, которая стояла у меня в доме, это дерево, на которое я повесила кружочки апельсина. Аромат волшебный, правда, такое украшение прослужит недолго. Ну, а что еще придумали жители края, сейчас расскажу. Кому мы такие красивые подарки делаем? Мама, бабушка и детушка. Двигатель творческого процесса этих рук душа. Ее дети вкладывают свои поделки для самых близких. Четырехлетняя Маша Буранова старается для своей мамы. Этот колокольчик станет самым дорогим украшением на их домашней елке. А вот для этой поделки нужна тяжелая рука. Металлическая елка украсила двор Краснодарской мусороуборочной компании. Многотонное дерево собрали из отходов. По соседству сияет еще одна красавица из мусора. На ней вторую жизнь обрели сотовые телефоны, кроссовки и чайники. Отходы собирались практически со всего города. И возможно, если поближе подойти и просто рассмотреть ее, то жители могут найти свои какие-то выброшенные вещи. У нее интересный каркас. Он полностью сварен, слит. В том внутри бутылки, те, которые выбрасываются, они выложены по цветам. Но сейчас за всем этим разнообразием просто их не видно. Девочки, смотрите, как мы можем создать эффект старинных писем. С помощью огня и спичек. В доме Севы Амбарцумовой часто играют с огнем. Мама-реставратор учит дочек создавать необычные елки. Вместе с колючей красавицей их двор украшает и бумажная. Правда, для нее девочки выбрали улицу, чтобы играть было веселее. Проявить свою фантазию можно и в том, куда поставить колючую красавицу. Если у вас в доме животное или просто маленький ребенок, переместите ее с пола на потолок. Подвесить дерево можно за перекладину или люстру. О, крепление непрофессиональное, поэтому советую не увлекаться с размерами, чтобы елка не упала, как снег на голову. Ну, все, кажется, у нас получилось довольно неплохо. Правда, под такой перевертыш уже новогодний подарок не поставишь. Подарком для всех краснодарцев стала эта елка из стройматериалов. Две с половиной тысячи кирпичей. 24 часа потребовалось, чтобы построить праздничную пирамиду. А вот в Анапе кайтер Дмитрий Кумпан соорудил деревянную елку. Природный материал несколько месяцев он собирал на местном пляже. В итоге веток хватило сразу на пять новогодних деревьев. Самое большое весит 25 килограммов. Сделать сказочную новогоднюю ночь может каждый. Для этого порой достаточно просто по-другому взглянуть на обычные предметы и увидеть в них изюминку. Здесь главное отдать волю фантазии. Впрочем, ее у жителей Кубани достаточно. Елка натуральная, но ее будут украшать в основном тату-машинки, всякие тату-девайсы, которыми я работаю, так как я сам тату-мастер, и чтобы она символизировала мою занятость. В этом году я хочу сделать елку из салфеток. В этом году у меня будет елка из натуральных цветов. Какой бы елочный изыск ни придумали взрослые, самым трогательным и бесценным украшением для них станет подарок от детей, как и для мамы Маши Бурановой. Я тебя люблю. Молодец ты мой золотой. Я тебя люблю больше всех на свете. А вот интересно, создатели елки из отходов дали мусору вторую жизнь, а третий шанс будет или елку потом выкинут? Ты знаешь, Паш, как рассказали в мусороуборочной компании, в ближайшее время на полигоне в хуторе Копанском, это недалеко от Краснодара, планируют открыть музей отходов. Эти елки там и станут первыми экспонатами. А пока с ними еще можно успеть сфотографироваться. Для этого в компании открыли фотозону. Нинель, спасибо. И в продолжение елочной темы. Главная новогодняя красавица города уже возвышается над театральной площадью. Рабочие закончили ее наряжать, и теперь вокруг обустраивают парк аттракционов и новогоднюю ярмарку. Официальное открытие главной елки Краснодара состоится в эту субботу. На площади запланирован большой праздник и парад Дедов Морозов. И еще одна приятная новость. Семь наград завоевал телеканал Кубань-24. В Краснодаре подвели итоги конкурса среди молодых журналистов. Участвовали в нем представители СМИ от 14 до 30 лет. Их работу оценила вице-губернатор Анна Менькова. Конечно, важный конкурс, очень талантливые работы. Действительно, абсолютно во всех номинациях, я считаю, победили достойнейшие. Мне очень приятно, что у нас журналистика развивается не в столице, не только в центре, а что действительно очень большой, высокий уровень показывают у нас ребята из отдаленных уголков Кубани. В номинации «Лучшая молодежная телестудия и телепрограмма» победил проект «Все по-взрослому». В этом году он уже принес телеканалу высокую награду 6-го Орфея. В номинации «Великая священная» первые и третье места заняли шеф-редактор программы «Факты» Александра Проскурина и спецкор Алексей Устинов. Анина Радченко получила второе место за сюжет на тему «Доступная среда молодым». То, что мы заняли много мест, победили во многих номинациях, означает, наверное, только одно, что мы умеем и можем работать, и мы работаем, и, видимо, делаем это хорошо. Вот поэтому мы оказались сегодня в лидерах. Всех лауреатов и победителей наградили подарочными сборниками о кубанской журналистике и дипломами. В эфире «Факты» на телеканале «Кубань-24». Движемся дальше. Париж на полотнах мировых художников. Уникальная экспозиция сегодня открылась в музее имени Коваленко. Выставка графики, на которой представлены шедевры мастеров парижской школы, собрала более сотни полотен 30 авторов. Некоторые работы до сих пор в России не выставлялись. По свободной Франции прогулялась Валентина Бехшаева. Дух парижской богемы окутал сегодня краевую столицу. На выставке царит невероятная атмосфера. Ведь ранее эти картины выставлялись только в Эрмитаже. А некоторые и вовсе были скрыты от взора россиян до этого дня. Марк Шагал, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Василий Кандинский. Все эти полотна передали российские и зарубежные коллекционеры для этой уникальной экспозиции. Почти все, подавляющее большинство этих работ, они взяты из всех книг, которые эти художники иллюстрировали. Но это не были иллюстрации в обычном смысле слова, когда берется текст, и к нему рисуются картинки. А это делается некий параллельный ряд, который по-другому на то же самое смотрит. Выставка разделена на несколько тем. Одна рассказывает о произведениях русских художников, творивших в Париже, и французских мастеров, изображавших русскую литературу. Другой раздел посвящен абстракционизму. Еще несколько тем – душа цирка, мир природы и великие книги человечества. Здесь можно увидеть 8 полотен Сальвадора Дали. В их числе неверная жена Менелая, скрижали закона. Или вот эти странные линейные рисунки. Художник Пабло Пикассо так проиллюстрировал книгу Бальзака. Неведомый шедевр. А вот авангардист Марк Шагал оживил роман Гоголя «Мертвые души». Изображения настолько гротескны, что на разных сценах лицо Чичикова меняется. Ну а главной задачей Шагала было изобразить сам губернский город, который уж очень напоминает его родной Витебск. Некоторые работы, конечно, очень впечатляют. Какие-то совсем неожиданные, скажем так. Потому что все-таки, наверное, есть какие-то произведения, которые в чем-то сложны для понимания. Я давно ждала эту выставку. Очень хотела посмотреть. Я вот посмотрела на Кандинского. Я его обожаю просто. Сам термин «парижская школа» вошел в историю искусства в 1920-х годах. Художники парижской школы не обладали одинаковыми или хотя бы близкими авторскими манерами. Их связывало одно – неповторимая творческая атмосфера столицы Франции. Правда, иногда такая атмосфера даже пугала. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Я знаю, что работы Михаила Шемякина из цикла «Чрево Парижа» они рассказывают об знаменитом рынке этого города. Но что же хотел в своих работах изобразить сам художник? Его потрясли тушеноши, которые работали на рынке, которые уникальные люди, которые могли до 700-килограммовых туш переносить. Эти тушеноши он фотографировал, он создал целую коллекцию фотографий, более полутора тысяч. А потом уже по этим фотографиям он создал литографии, цикл литографии. Эта выставка – буквально сердце Франции. Той страны, в которой переплавились традиции изобразительного искусства. В итоге, которые и дали начало таким течением, как сюрреализм, экспрессионизм, кубизм и дадаизм. Побывать здесь точно стоит всем, кто любит искусство и просто боготворит творческую свободу Парижа. Проработает выставка в музее имени Коваленко до 29 января. Валентина Бекшава, Михаил Бойправ, Кубань, 24, Краснодар. Поэзия долины гейзеров и российских окраин. Любитель дальних странств отметил 90-летний юбилей. В библиотеке Некрасова на творческом вечере собрались почитатели прозы Леонида Посинюка. В 15 лет он защищал Сталинград. После войны работал токарем, землекопом, бетонщиком. Участвовал в строительстве Краснодарской ТЭЦ. И при этом оставался неисправимым романтиком. Увлекался фотографией и много путешествовал. Вместе с геологами Леонид Посинюк искал алмазы в северной Якутии. Охотился с чукчами и эскимосами на моржей в Ардике. Его именем назван даже мыс на острове Беринга. И все свои приключения автор переносил на бумагу. Юбиляр считает своим учителем классика русской литературы Константина Паустовского. Когда у меня вышла Ханьковская книжечка с моими рассказами, я знал, что чем-то я близок к Паустовскому. Я ему послал эту книжечку, и он мне ответил письмо, что вот читаю и тихо радуюсь. Какие хорошие, простые рассказы, без всяких претензий на исключительность. Вот такой автор на этой книжечке. Из-под пирали Леонида Посинюка вышли больше 30 книг. Его рассказы переведены на десятки языков мира. И сейчас, несмотря на возраст, путешественник готовится написать очередную книгу о своих приключениях. В Олимпийской столице коронует мисс Сочи. Ее имя объявят в субботу на сцене Зимнего театра. За титул борются 19 девушек. Все они прошли предварительный кастинг. После началась подготовка к основному выступлению. Претенденток месяц учили держаться на подиуме, дефилировать на высоких каблуках и позировать фотографом. В этом году участниц выбирали не только из модельных агентств. Красавец организаторы искали даже на улицах курорта. Поэтому титул и корону мисс Сочи может получить медик, юрист или инженер. Я люблю математику, физику и все, что с этим связано. Поэтому я выбрала для себя техническую специальность. Учусь на заочной факультете Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров. На факультете промышленной теплоэнергетики. У меня профессия фельдшер. Я на скорой помощи работаю. Действительно очень тяжело. Это ночи, не спать. Я потом приезжаю домой, я сутки отсыпаюсь. Я встаю, не понимаю, в чем дело. Я еду в скорой или я на кровати. Победительница весь следующий год будет символом красоты курорта, а также сможет претендовать на титул Мисс Россия. Зрители конкурса ожидают яркое шоу-программа. На сцену выйдут Тарзан, экс-социалист группы Иванушки Интернешнл Олег Яковлев и артисты балета Аллы Духовой Тодес.